Всем доброе утро! У нас сегодня утро такое вот холодное, пасмурное. На улице идёт дождь. Дома сразу как-то сыро, прохладно. Надо сейчас включить отопление хотя бы немножечко ненадолго. Потому что я не люблю, когда дома вот так холодно и сыро. Всю ночь сегодня мне не хватало воздуха, очень болела голова, видимо, вот из-за того, что менялось атмосферное давление. И погода. Так как вчера было очень тепло, светило солнышко. А сегодня вот так всё резко изменилось. Я дома одна, Денис на работе. Сейчас буду обязательно что-нибудь готовить, потому что дома вообще ничего нет. Вчера для того, чтобы Денису было что с собой взять, я приготовила манки. Вернее, они у меня были в заморозке, просто приготовила. Сегодня вытащила фарш, но он у меня жирноватый. И ещё есть у меня куриная грудка. Я, наверное, сейчас пропущу куриную грудку тоже через мясорубку и соедню с фаршем, для того, чтобы он был менее жирный. И хочу сделать картофельное пюре. Налеплю либо цевцели, либо котлетки. Сейчас посмотрю. И сделаю, наверное, два гарнира. Ещё нужно сварить суп. У меня уже тут цех по заготовке этих котлет. Видите, какие все разные. Одна круглая, другая. Продолговатое. Что-то я себе так налепила. А здесь варён такой, на вид, некрасивый сморчковый суп. Тут сморчки ещё. Насколько грибов нашла, шампиньонов. Прижарку делать не стала, поэтому выглядит не очень. И хочу его сделать сегодня не с лапшой, а с капустой. У меня такие типа щи будут. Только с грибами, без мяса. Вам ещё понравился суп без мяса. И вот именно грибной. Поэтому часто в последнее время готовим так. Такой, как щил у меня будет. Короче, зелень будет, мне кажется, очень вкусно. И поставила гречку варить. А на гарнир будут котлеты. Сейчас пожарю котлет. Стеша искренне не понимает, почему во вторник я дома. Да, Стеша? Я вот сижу за компьютером, она сидит напротив меня. С таким лицом, что типа, что ты дома делаешь? Почему ты не на работе? Да, Стеша? Смотрит на меня уже полчаса. Не понимающим взглядом. Потому что праздники, Стеша. Праздники. Завтра уйду. Зашли в магазин. Кто-то хвалил. Вот то ли озер чай, то ли той, то ли пиала. Не помню. Подскажите, кто пил вкусный. Немножко закупили продуктов. Чек куда-то убрала. Не помню. Цены все точно не помню. Но то, что помню, буду называть. Кукурузки мне очень нравится. Иногда вечером кушать. Стоит 70 рублей покушку. Компеты. Компеты ромашка. Очень люблю. Самые простые конфеты. И все знают, кто долго смотрит. Обожаю конфеты. Беловежская пуща. Это Белоруссия. Всем вам привет. Вот эти мои любимые. И что же взяла? Они правда бородоватые. Поэтому по скидке взяла 4 скидки. Пряники какие-то, знаете, сорцовые. Сорцовые. Что это такое? По-моему, это что-то очень хорошее. Я когда-то училась в ПК на продавца. И помню, что сортовые должны быть хорошие. Так. Бруши. Не помню цены. Апельсины тоже не помню. Яблоки не помню. Лук. Хороший обзор покупок. Ничего не помню, да? А где? Вот такие вот губки для мытья посуды. Я вообще обожаю, конечно, наподобие таких из фикс прайса. Но в фикс-фиксе уже давно не были. Вязанка была по 185, если берешь 2 штуки. А так она дороже. Ну, взяли. В принципе, мне все равно, какая колбаса. В основном, либо пожарить на бутерброд, либо с яйцами утром пожарить, либо на окрошку. Одну кину в заморозку, а второй будем пользоваться. Ну, мы не очень часто едим колбасу. С рыбой вообще сейчас проблема. Не найдешь нормальную. Нашла вот такую киту подкопченую за 150 рублей со скидкой. Семга вообще по баснословной цене. Вот такой кусочек 700 рублей у нас. Творог 57. Это кошки взяли. Несколько хлеба Денис взял вот такой лаваш, потому что хлеб в этом магазине он не любит. Еще Денису понравились вот такой вот хохланд с лесными грибами. Творожный сыр. Ну, я в принципе тоже люблю. Взяли. Холва была по 55, по-моему, или 65. И куриные грудки были почти по 300 рублей. 290 с чем-то у нас сейчас они. Всем привет, ребята. Сегодня Денис на работе. Я шагаю в пункт выдачи Фаберлик для того, чтобы забрать некоторые средства. Я вам потом их покажу. Решила их заказать, потому что уж очень много хороших отзывов о них. Какое-то новое средство появилось для стирки и еще, по-моему, для чистки. Ну, я вам покажу сейчас. Я заказала. Все равно порошок нужен. Думаю, попробую что-то новенькое. Потому что та огромная канистра пятилитровая порошка стирального, которую я заказывала в Фаберлик, заканчивается. Ой, на Вазбере заканчивается. У нас, в общем-то, погода... Ну, знаете, такая в том году в это время уже прям было лето, а в этом нет. В костюмах, в шапках даже некоторые еще холодно. Сейчас вот, правда, солнышко более-менее. Ну, прохладно. Вот так хотя бы все расцветает. Уже там вот дубанчики, тюльпаны полезны. Более-менее стало. Но холод. За администрацией у нас, смотрите, цветы повысаживали. Тоже питуньки, видимо. Вот видите. Тут большие уже. Я-то сажала вообще маленькие. Большие питуньки. Еще у нас, смотрите, какие ели красивые. Везде ели. До администрации. До нашей администрации Бельбейска. А здесь площадь. Рядом с администрацией. Тоже елочки такие большие стали. Раньше были маленькие. Ну, а я домой. Купила стежки корм. Пересыпаю. Нас часто спрашивают, чем мы кормим. Кормлю роял конином. Она у нас только его любит. Пробовали разные всякие другие. Вы видели, я и покупала. Вообще, очень дорогие корма. Она их не ест. Ест она на постоянной основе только роял конин. Понравился тебе рыбный, да? Понравился, да? Открыла ей все упаковки. И выбрала именно рыбный. У нас прям беда бедовская. Вот этот корм, который она любит. Роял конин дежистиф называется. Там такие вот круглые шайбочки. Кто держит кошек. Сейчас я вам покажу. Вот такой. Вот такой роял конин дежистиф. Он был производства Австрии. И на данный момент он не поступает. Она сказала, остался последние два пакета. Они упакованы по 2 килограмма. И стоит он 1800 рублей. Последние два пакета. И все, его больше не будет. Поэтому она мне предложила другой тоже с рыбной составляющей. Почему у нас его с тежей ест? Потому что вот эти вот круглые шайбочки, они с рыбой. А она у нас рыбная душа вообще. И поэтому предложила вот другой именно с рыбной составляющей. И она из всех пакетов именно выбрала тот, который с рыбой. Представляете? И сейчас вот его ела. Я ей весь корм мешаю, потому что иначе она не будет есть. Какая-то привередливая, Стеша. Вот это я ей купила. Ей хватает где-то недели на 2-3. Ну, на 3 может хватит, может нет. На 2,5. А 570 рублей ей сегодня отдала. Сейчас у меня быстрая-быстрая уборка. Потому что, в принципе, дома у меня чисто. Я на выходных после праздников убиралась. Мыла полы. Вытирала пыль. Сейчас осталось только протереть зеркало. Оно маленечко заляпалось. Вообще, знаете, когда протирала зеркало, заметила, что... Вот мне кажется, что оно заляпанное в некоторых местах. А вообще, по факту, его протираешь, и все равно вот эти вот дефекты остаются. Мне кажется, это дефект самого зеркального полотна. И вот его видно. Он где-то у нас поверху проходит, этот дефект. Мы сразу этого не заметили. А сейчас я вижу. Так как он ничем не оттирается. Навела порядок вот в этой плетеной корзине. Там у меня всякие мелкие принадлежности. Заколочки для волос. Маски для лица. Маски для волос. В общем, такая мелочь необходимая в ванной. И мою унитаз почти каждый день. Это у меня прям бзик какой-то. Я не люблю, когда унитаз грязный. Я люблю, когда он кипельно-белый. И раковину тоже мою очень часто. Так как мы все-таки моем там обувь. Как бы не возмущались люди. И говорили в комментариях, что так нельзя. И что они так не делают. Но я мою. Я считаю, что это нормально. Раковину тоже мою практически каждый день. С дезинфицирующим средством. Саш, идем тебя сфоткаем. Идем. Пока подружка забирает в детском мире вещи. Вон она стоит. Мы тут с Сашей бегаем. Шарик ей привязали к руке. Тетя подарила шарик, да, Саш? Красивый шарик? Сашки не дали меня. Мама! Саша! Идем. К маме пошли. Денис наконец-то начал ремонт лоджии. Красит ее. Ну пока, Вик, пройдем просто уже. Такой цвет немножко поярче, чем у нас был. У нас был совсем бледный. Может быть он подсохнет? Потому что он такой же почти станет. Он выбрал вот такой цвет. Не выбрал просто уж. Он почти похожий, думал, будет. Ну ладно, пусть будет. А потом поменяем. Через гулик надоест, другой покрасим. Зато хоть будет красивый балкон. Не будет вот этой полосы. Ну полоса в том, видишь. Она потрескалась. И за это уже намазали. Трещины пошли. Трещина была. Дом новый. Не, не в том дело. Здесь металл. Нет, здесь металл получается. Уголок, а тут это. Из-за этого. А, наверное, следующий год может быть потом от расширения. В общем, Денис занимается балконом. Я занимаюсь выпечкой коржей для торта. Я думаю, если вот в такую форму я налью, наверное, все прольется. Да? А больше у меня нет круглой. Большой формы. Хотела бы круглый торт. Расшила печь обычный негр в пене мой. Мне очень нравится это тесто. Ну вот коржи из него. А промажу, потом покажу, чем. Сюда же плачет? Ага. Планина, хорошо. Вот так сюда. Тянуем прям, да? Ага, правильно? Ого! Ага, видно, полоса так. Вот так у нас уже неделю. Следующую неделю тоже обещает дождь. Все, и субботу порадовался вам. Сладкий. Ну, а Денис тут закончил. Еще нет. Не закончил? Еще брая, надо быть кисточкой просто валит и залазить. Ну, пучка это уже так. Потом притусает и все. Видите, как получилось хорошо? Теперь нету эти полоски. Не будете мне писать, покрасьте уже. Ну, все постепенно, но все сразу. Здесь вот так стало. Тут осталось немножко докрасить эти краешки, потом аккуратной кисточкой. Потому что... Ну, так намного лучше. Один скрасил валиком. Поконтрастнее, да? Да. Там вообще белое же было. Да, на светлое. Вот оно, видно, дождет. Полоска. Чуть-чуть-чуть, лампочки еще раз покрасить надо будет, а то уже его зажарили. Дешевая фигня. Вот, и сразу темно-темно, и раз потихоньку светлее становится. Ты будешь смотреть? Решать озоном. Гостик, гостик смотреть. Ну, уже все такого нету, да? Ну, пахнет. Ну, у нас холодно еще. В конце, конец мая уже, а еще холодно. Ну, шередина только, почему, конечно, нет. Ребята, всем привет. Я не знаю, уже, наверное, сто раз поздоровалась в этом влоге, потому что этот влог у меня снимался кусками, частями. Сейчас много не снимаю, особо снимать нечего. Поэтому так получается. Где-то кусок с той недели, где-то кусок с этой недели, или, в общем, откуда едем. Едем с маникюра. Я сделала себе маникюр. Самый-самый лайтовый, самый, как сказать, ну, чтобы не видно было в основном, как он отрастет. Здесь бежевый, и вот эти два пальца немножко с блеском. Вот, вот так, наверное, так будет, да, видно. И длину совершенно совсем убрала, потому что ногти уже как фольга. Сейчас мы заехали в Строиландию. Хотим купить краску для того, чтобы на балконе, там вот я вам показывала, немножко подкрасть не краску, а кисточку, неправильно сказала. Потом хотим посмотреть жалюзи на балкон. В общем, так, по делам. Сейчас зайдем в Строиландию. Только, что ли, заехать надо, наверное, мне краску взять одну, чтобы затонировать немножко волосы опять желтым. Вот. Туда же, наверное, в парфюмер заеду. Только не буду брать две, как тогда. Возьму одну. Пойдемте в Строиландию с нами, посмотрим, может, там обои какие-нибудь новенькие есть. Посмотрели сейчас жалюзи. Стоит на одно окно жалюзи 2 тысячи. Если покупать 6 штук нам на лоджию, то 12 тысяч представляется на какие-то эти жалюзи, на шторы, грубо говоря. В общем, мы от этой идеи отказались. Сейчас возьмем краску плентуса и все. О, и кисточку, краску, говорю. И все. Как-нибудь без жалюзей. Цены выросли на все. И на стройматериалы в том числе. На наши двери, интересно, цена не повысилась. Вот они. Вот она, наша дверь, Строиландию. В принципе, по-моему, цена та же. Сейчас спрошу у Дениса. 4,380. Вот они кисточки выбирают. А ты не помнишь, сколько наши двери стоили? Не знаю, на рубля 3,0 полотна. 4,380 сейчас. Подорожало, да? Али, кто-то, наверное, эти кисточки еще дали. А вот где маленькие в наборе? В фикс-прессе, что ли? Там, в самом деле, 50-70. Ну, пошли заедем. Ну, да. Они вот так возьмут. Я думаю, обрезут просто. Вот так, если обрезать, чтобы пожаще было. И будет нормально. На половину. Ну, возьми, не знаю. Попробую. В принципе, там что. Кисточки тоже по 500 рублей кисть, да? Да. Это нормальная цена? Я даже не знаю, сколько это должно стоить. О! Мачалу! Класс. Ну, такие раньше были, билили ими. Печку билили в деревнях. Дом билили вот таким. Мачальная кисть. Я не знала, что они продаются. До сих пор. Берем, короче, самый дешевый клинтус на балкон. По 49 рублей. Самый дешевенький. Какая разница, что там на балконе? Выцветит опять поменяет. А что, он там вот цветает, что внизу? Да? Да? На солнце. Ну, выцветит будет белый как раз. Да, тиграя. Серого цвета такой. Ламинат. У нас лежит линолеум по всей квартире. Ламинат, конечно, классный он такой. Порог там 45 у нас торчит, нет? Или меньше? Порог? Не знаю, Денис. А ладно. Какой? Ты хоть водичку взяла попить на полдень воды? Нет, я не взяла воды. Все, купили. Идем домой. Хмурится опять. Похоже, дождик будет. Вчера весь день дождь лил. Весь вечер, вернее. Сегодня. У нас как-то май не задался в этом году. В том году такая жара была. Помнишь, на мамин день рождения фоткались в сарафанах уже все загоревшие? Не помню, я вам честно скажу. Ну, это не помню. Я помню. Помнишь, мы им портрет покупали, это, я дарила? Да, но я не помню. Ну, кузарища была вообще. Сегодня Юля у нас приезжает. Да нет, мы погодушками. Поедем ее забирать. Купила опять себе краску, потому что, видите, что, желтизна полезла. Корни черные. 9,76 я беру коричнево-фиолетовый блонд. И два оксигента 6% сейчас разведу. Намажу. Мне, в принципе, знаете, корни даже меня не особо волнуют. Пусть они будут темными, мне это даже нравится. Мне вот эту длину, главное, немножко подтонировать, чтобы она пришла в порядок и была такая более ухоженная. После краски смотрятся волосы лучше. Ладно, идите, пока один. Ребята, приехали уже. Смотрите, купили такую же шторку, как у мамы, которую маме купили. Так, может, ее погладиться? Она что-то какая-то или нет? Надо стереть. Ладно, нормально. Нет, глади, нормально. Такую шторку, как у мамы, она сделана, как она называется? Арка, да? Арка сделана вот так. Просто сейчас начался летний сезон. И у нас на кухне, получается, висит вот эта огромная тюль. А у нас с этой стороны рабочая зона. Там у нас стоит тостер, мультиварка. А с этой стороны дверь балкона. И мы вот эту тюль поставим то туда, то сюда, то, короче, туда-сюда. И вот так вот мотаем. И я подумала, что лучше... Денис, а как цеплять вот за эту? Да, да, да. Все правильно. А сюда не надо самую? Самую крайнюю можешь поставить. Одну крайнюю. Каждую, да? И вот так где-то расстояние. Через один? Через такое расстояние. Ставь. Не через один, через два можешь. Вот так. Ну, пока, да. Ставь так, когда посмотрим. Не хватит, я сейчас еще что-то сделаю. Ну, короче, мы решили купить арку, потому что арка, она же вот так висит. И получается и балкон легко открыть, не надо ее дергать. И этот, к рабочей зоне можно подойти. Она, конечно, такая вот, знаете, как раньше были, ну, такая несовременная, так скажем. Но мне без разницы. Мне отдавать 2-3 тысячи за какую-то супер красивую арку, чтобы она повисела у меня 3 месяца летних, пока не хочу. Да и нет сейчас настроения ездить, что-то искать, подбирать. Поэтому купили такую же. Мне, в принципе, у мамы на окне она понравилась. Простенькая, хорошо смотрится. И поэтому купили тоже такую. Сейчас я крючки понавтыкаю и повесим. Что, Стеш? Тебе на нос крючок одеть? На нос крючок. Вот такой крючок на нос. Закопала мешок? Закопала мешок под себя? Под себя мешок закопала? Ходит то, что удобно будет. Повесили арку. Она даже, это, больно уж складку сделать. Наоборот, мне кажется, попрямее было бы лучше. Чуть более много складок у меня. Нет, туда можно убрать, а складки. Нет, туда убери побольше. Хотя еще, да, еще нормально. Но он 2400, видите, что никак там. Ну, что-то нормально пойдет. Нормально пойдет. Пойдет. Вот, видите. Сейчас Денис туда куда-то идет. Там, где-то поведнее будет. Ну, уже понятно, в принципе. Такая арочка. И помощи будут ходить хотя бы. На лето, да. На лето так лучше, да? Самая простецкая. Мама-то, мама такая же. Но она смотрится хорошо, в принципе, да, неплохо. Чего? Нормально смотрится. Как раньше были такие тюльки. И вот видите это. Не надо ничего. И ручка, смотри, как хорошо расположена. Прям раз и вышел. Не надо вот это все. И здесь тоже более-менее удобно подошла. Вот так вот и все. А то мы вечно туда-сюда эту штору. Тут даже можно было побольше. Сейчас. Нет, вырезаю. Грубо. Нужно тебе обрежать. Нормально нужно. Сколько? Короче, вот такую взяли себе на лето. Пусть повисит. Потом посмотрим. Она нам предлагала еще прямую. В принципе, можно было и прямую вот так вот повесить. Вдоль этого. Еще бы проще было к этому, к рабочей зоне подходить. Да, ну мне нравится нормально. Главное, чтобы балкон не мешается. Можно открыть и ввести. Субтитры сделал DimaTorzok